Брянский ветеранов агропромышленного комплекса Водителей это не фантастика, а норма. И, кстати, совсем не предел. К слову, о такой урожайности мечтает даже юг России с его плодородными почвами. Пример часто приводит Белгород, Краснодар. У нас сейчас убирают наемная техника, импортные комбайны. Они приехали только что, вчера. Они убирали 2 недели тому назад в Коснодаре, 3 недели тому назад убирали в Белгороде. В Коснодаре есть поля, которые дают 70 центнеров. Но это, как вот с их слов, стоит солома в пояс, максимум уборочная площадь в день, максимум 15 гектар, максимум. Здесь они приехали вчера, они за день будут убирать около 30. При урожайности 100 центнеров. Это опять же говорит о чем? Что правильный подход и к сортам, и к технологиям. Пожалуй, на этих полях не ставил крест только ленивый. 15 центнеров с гектара уверяли это максимум. 10 лет назад показатель здесь был и того ниже. В прошлом году посеяли горох, получили 50 центнеров с гектара. Плюс ко всему горох стал хорошим пришественником для пшеницы, которая в этом году, подобно азартному спортсмену, превзошла его ровно в два раза. Залог фантастического успеха, конечно, в технологии. Эту пшеницу экспортеры разрывают просто с руками, ногами и так далее. 15 билот. Вот Владимир Николаевич знает, что если билот 15, то механина можно умножить на 2 и получишь механина 30. Гости, как и положено, старшим наставникам и опытным экзаменаторам. Буквально засыпают руководителя вопросами и не скрывают восторга. Впечатляет все. И урожайность, и технологии, и современная техника. А комбайны какие были? Они все задыхаются. Да, сейчас думаю. Мы вот на СК-4, вот я уже начинала СК-4 урожай убирать, с прицепами пылища, хрязище. Все это мы тут вот завяжем. Да, да, да. Вот. Одни глаза торчат и так далее. Поэтому, конечно, при таком вот урожае, при такой вот технике, конечно, технологии, это душа радуется. К разговору сразу же подключается губернатор. Умные машины с кондиционером и массой удобных возможностей значительно облегчают труд механизатора и здорово экономят время. Но наличие современной техники далеко не гарант урожайности. Техника не дает урожай. Техника дает усвоевая труда. Все. А урожай дает технологии. Если технологию не соблюдать, мы ничего не получим. Даже само внесение нейральных удобрений тоже подкормки азотом. Если мы не подкормим вовремя, а подкормим через 2-3 недели, мы 100 центров не получим. Мы получим 30. Дальше те же самые дозы азота, те же самые дозы фосфора, те же самые дозы калия. Если мы отходим от технологии хотя бы в одном, все, мы ничего не получаем. Вот то же самое. Почему такая она низкая? Она же низкая. Потому что она обработана против полигания. Тоже ЦСЦ. Если не обработать, а это 600 рублей на гектар. Все, она будет высшим ростом. Здесь просто мы получим солому. Мы ничего не получим. Знаете, невозможно здесь сэкономить. Все. Уже понятно, что нужно дать и когда. И вот если вот это вот мы, ну, что мы сегодня делаем в области, когда мы всех собираем, проводим семинары, я говорю, нужно сделать вот так. Не изобретай велосипеды, он уже изобретен. Полисо есть. Делаешь, ты получаешь. Окинув все своим профессиональным взглядом и оценив, почетные гости твердят в унисон. Эти поля в Стародубском и Погарском районах – настоящая учебная площадка для всех, кто нацелен на результат и получение прибыли. Мы первое удобрение увидели в 59-м году. Мы нам дали вот на ладошку и, говорит, вот насыпали и говорят, разберите, где азот, где фосфор, где калий и так далее. А сейчас, видите, под запланированный урожай по расчетам вносят. Так и надо. И, естественно, ни травинки, ни соринки стоят стеной. Действительно, поле отвечает тем требованиям, что в него вложили. Я прошлый год был, когда такие, как мы, ветераны, руководители, специалисты, руководители районов были со всей области. И вот второй год. Разные погодные условия, разные совершенно, что прошлый год. А результат один и тот же. Это впечатляет. Понимаете, это впечатляет. Впечатляет то, что, смотрите, какая мощная на полях техника. Если раньше, вот Александр Васильевич приводил фермерша, комбайн Нива, а я еще помню и Сталинец, когда комбайн был. Это тоже. И самое главное, это соблюдение технологий. Это самое главное. И очень много здесь сегодня говорилось. Это связь науки с производством. Это самое главное. От разговоров о зерновых к обсуждению технологий возделывания картофеля. В ходе визита в Стародубский район гости побывали в сортировочном цехе одного из передовых хозяйств региона. Кстати, уже в эти выходные Брянщина примет у себя лучших мировых и российских специалистов в области картофелеводства. Успехи брянских аграриев уже давно вышли за пределы нашей огромной страны. А результаты впечатляют даже самых отъявленных скептиков. Благодаря Союзу труда и науки Брянская область станет четвертой картофельной столицей мира. Многие думают, что мы какие-то особые сорта здесь заводим или гибриды. Никакой генмодифицированной продукции никто в Брянской области не производит. И вообще генмодифицированные сорта запрещены российским законодательством. Поэтому люди просто не понимают, что здесь надо применять технологию. Регулировать все факторы жизни растений и знать мнение самих растений. Если мы это знаем, мы регулируем, мы получаем максимально возможную продуктивность при любых условиях погоды. Кукуруза – еще один объект внимания. С четырехметровыми растениями сразу же бросились фотографироваться все. Отменно урожай царица полей в этом году дает на всей территории региона, замечает губернатор. Такого кукурузы не было. Она в этом году просто на всех нам стоит, душа радуется. Запланированный показатель в 2 миллиона тонн – это уже не призрачная и довольно амбициозная перспектива, а реальность. Кроме ветеранов, отрасли сельского хозяйства дать старт уборке зерновых и оценить урожай 2018-го в поле выехали бывшие руководители региона. Валерий Рядоманов – первый заместитель главы администрации Брянской области по вопросам экономической политики с 96-го по 2001-й годы. И Василий Иванович Польской – председатель Брянского обл. исполкома в 90-м году. Кому как не им знать, каким в непростые 90-е и 2000-е было сельское хозяйство. Именно тогда его стали называть «черной дырой», а на прилавке российских магазинов хлынули импортные товары. Впечатление действительно позволяет уверенно сказать о том, что Брянщина и сельское хозяйство Брянщины, да я знаю, в общем-то, экономику Брянщины не понаслышке, мы постоянно мониторим основные показатели развития Брянщины, она на верном пути. Военно-морской праздник в стране завершился ярким салютом, а брянские хлеборобы с просторов полей везут золотой запас урожая 2018, чтобы каждый день на столах жителей области был свежий и вкусный хлеб. Продолжение следует...